Стать примером для других и сделать доброе дело. Журналисты, пиар-менеджеры, СММ-специалисты, работники Центра управления регионом и другие представители средств массовой информации традиционно в свой профессиональный праздник стали донорами на станции переливания крови. Здесь Акулпера, как всегда, встретили с улыбкой. Мы все разные. Может быть, какие-то банальные вещи, но кровь-то у нас одна, и поэтому мы должны друг другу помогать. Поэтому дай бог, чтобы наша кровь кому-нибудь помогла. Мне кажется, это очень важно. Очень много уважаемых, достойных людей это делают постоянно. Поэтому, в первую очередь, хотелось бы их поблагодарить. И их пример должен стать примером для тех, кто хотел бы в разном качестве каким-то образом быть полезен обществу. Волнительное и ответственное мероприятие. Многие в роли донора оказались впервые, но есть среди журналистов и рекордсмены в этом деле. Пусть к донорскому креслу несложны. Регистрация, заполнение анкеты, осмотр у врача и общий анализ крови. Однако результат стоит того, ведь один человек может спасти чью-то жизнь. Считаю, что это очень важное дело для каждого человека. И для меня тоже очень хочется приносить пользу обществу каким-то способом. И считаю, что этот способ вполне достойный вклад в то, чтобы помочь кому-то оказать помощь нашей медицине. Акция стала особенно актуальной. Как отметил главный врач станции Марат Хапман, доноры и кровь сейчас в дефиците. Однако помочь исправить ситуацию может любой здоровый человек старше 18 лет. Среди временных противопоказаний к переливанию крови перенесенное заболевание менее чем за месяц до сдачи крови. Также донор должен весить не менее 50 килограммов. Крови всегда недостаточно. Почему? Потому что кровь мы берем у здоровых людей. Естественно, когда требуются большие объемы, большое количество пострадавших граждан, либо же большое количество пациентов, требующих переливания, естественно, мы просим опять же через СМИ, чтобы люди приходили, чтобы они сдавали кровь. Почему? Потому что только здоровый человек может быть донором. С недавних пор в списке противопоказаний появился еще один пункт для пациентов, перенесших ковид. Люди после тяжелой формы заболевания посещение станции переливания должны отложить на полгода. Остальные с положительным анализом на сдачу крови могут прийти уже через месяц после выздоровления.